Достойная заработная плата и условия работы с этим требованием в Думу профсоюзов вышли активисты. Так они отметили Всемирный день профсоюзов. Женщины Кыргызстана призывают своих соотечественников быть благоразумными и не допустить раскола в обществе во время будущих выборов. Претенденты не сдаются, а четверо бывших участников президентской гонки требуют признать будущие выборы нелегитимными. Главный виновник всех бед, на их взгляд, Центр Сбиркома. Неразбериха со списками избирателей становится одной из главных проблем на этих выборах. Об этом заявляют члены штаба общественного контроля. Напомним, нынешние выборы президента страны будут проходить по новым правилам. Пожалуй, одно из кардинальных нововведений стало то, что теперь избиратель не сможет проголосовать под дополнительным списком. А только по основным. А вот проверить наличие своей фамилии в этих списках гражданин должен за 10 дней до дня голосования. Если она не обнаружится, то уведомить об этом местный избирком. Члены штаба боятся, что многие кыргызстанцы не успеют это сделать, поэтому просто останутся за бортом президентских выборов. Осталось очень мало времени. Мы 20 октября уже должны иметь уточненный список. Процесс затянулся как со стороны тех активистов, которые занимаются этими, так и со стороны самого Центральной избирательной комиссии. Между тем, незарегистрированные кандидаты в президенты не хотят сдаваться. Сегодня трое из них заявили, что будут добиваться признания выборов нелегитимными. Так, по словам Токтаима Металиевой, Центр избирком нарушил все действующие нормы законодательства, проигнорировав решение Верховного суда и постановление парламента. Напомним, после того, как Фемида удовлетворила иски восьмерых претендентов, ЦИК стал перепроверять списки подписей, собранных в поддержку этих людей, и в результате изменил свое мнение только в отношении четверых. Остальные, оставшиеся за бортом предвыборные кампании, теперь призывают считать предстоящие президентские выборы недействительными. Сегодня скопился большой правовой материал. Это невыполнение нормативных документов, это решение суда, Первомайского Верховного суда, решение парламента, как надзорного органа, он функцию надзорной соблюдает, да, не исполняется ЦИКом. Кроме того, ЦИК создает прецедент конфликтов. Сегодня наша повторная проверка закрепляется под писями лиц, которые совершили уже серию конфликтов. Женщины страны призывают сохранить мир и стабильность в государстве путем воздействия на мужчин. С такой инициативой выступил комитет женщин Кыргызстана. На пресс-конференции его представительницы попросили вспомнить слезы матерей, потерявших своих сыновей 7 апреля 2010 года. Теперь комитет решил консолидировать свои силы по всей республике и на местах проводить собрания и мирные митинги для женской половины населения. Здесь женщин будут учить стратегиям, как лучше воздействовать на своих мужчин, чтобы не допустить их столкновений. Ведь сейчас это особенно опасно, и в стране не повторилось, не дай бог, 2-е, 7-е апреля, говорят они, отметим, сейчас предвыборная гонка, как это обычно бывает, разделила страну на сторонников разных претендентов. Вы знаете, что в первую очередь страдают матери. Сколько мы потеряли сыновей. Вы видели слезы матерей, когда хоронили этих детей. Поэтому я думаю, женщины сегодня должны проникнуться вот этой тревогой и проводить очень большую агитационную работу в своем жилмассиве, в своих кварталах, в своем доме, среди соседей. Это должны сделать в первую очередь женщины, я так полагаю. Достойную заработную плату и вовремя с таким лозунгом работники профсоюзов и студенты собрались возле дома союзов. Причиной сбора нескольких сотен человек послужил Всемирный день действий профсоюзов. Чтобы обратить внимание на социальные проблемы простых, горожан руководства профсоюзов организовало шествие. Около 300 человек прошлись по главной площади столицы, чтобы показать сплоченность профсоюзов. Примером работы профессиональных союзов послужили прошлогодние акции протеста учителей, которые требовали и добились повышения заработной платы. В качестве примера можно еще проводить работу профсоюзной организации «Компториооперейтинг Компани». В прошлом году они добывались повышения заработной платы, тоже была забастовка, добились повышения на 50%. Вот, значит, профсоюзы есть, работают, и будем продолжать работу в интересах защиты трудовых прав, социально-экономических интересов трудящихся страны. Президент Кыргызской республики Роза Тумбаева приняла специального представителя Государственного департамента США по Афганистану и Пакистану посла Марка Гроссмана. Во встрече также приняла участие посол США в Кыргызстане госпожа Памелос Пратлин. В ходе встречи посол Гроссман сообщил, что целью его визита является обсуждение новой концепции США по Афганистану, новый шелковый путь. Концепция направлена на построение торгово-экономических связей Афганистана со странами Центральной и Южной Азии для его интеграции в Центрально-Азиатский регион. Инициатива была презентована госсекретарем США Хиллэй Клинтон в Нью-Йорке 22 сентября этого года в рамках 66-й сессии Генассамблеи ООН. Президент Роза Тумбаева подчеркнула заинтересованность Кыргызстана в участии в восстановлении Афганистана, стабильность и безопасность в Афганистане, залог стабильности во всем регионе. Экономическое возрождение является основным источником восстановления мира в этой стране. В этой связи новая инициатива представляется весьма многообещающей. Кыргызстан заинтересован в участии в этом проекте, отметила президент Роза Тумбаева. Все беды трудовых мигрантов от незнаний собственных прав в чужой стране. К такому выводу пришли в Министерство иностранных дел Кыргызстана. По информации статс-секретаря МИДа, только за прошлый год число депортированных из России кыргызстанцев, достигло почти 120 тысяч человек. Как отмечается, граждане Кыргызстана часто не просто незнакомы с законами страны, в которую едут на заработки, но и не владеют языком, на котором там говорят. Это касается даже русского языка. Между тем, на пресс-конференции, посвященной защите прав трудовых мигрантов, журналисты задались вопросом, не вина ли в этом самого МИДа. Дело в том, что в ведомстве, что ведомство недостаточно информирует граждан, собирающихся отбывать об их правах и обязанностях за рубежом посредством СМИ. В министерстве признали такой факт с оговоркой «но». Безусловно, если человек уезжает и не знает, как себя ввести, значит, он об этом не знал. Правильно, этот недостаток есть. Но с чем связан этот недостаток? Опять же, этот недостаток – продолжение определенных преимуществ, а именно, вот раньше, да, чтобы человек выехал за границу, ему нужно было что сделать? Ему нужно было пройти, что только не должно было пройти, да, и разрешили в КГБ взять. А сейчас у нас свобода. Взял билет и поехал. Ситуация в Кыргызстане с незаконным оборотом наркотиков по-прежнему остается сложной. За пять дней сотрудниками МВД удалось изъять более 48 килограмм наркотических средств. В ходе последней спецоперации оперативники задержали активных членов транснациональной наркогруппировки. Они ехали на иномарке из Баткенской области в Бишкек. В ходе осмотра автомобиля был обнаружен специально оборудованный тайник. Позже судебно-химическая экспертиза сделала заключение, что это героин высшего качества. Общий вес изъятых наркотиков составил 24 килограмма. По предварительным данным, стало известно, что товар предназначался для Российской Федерации. Рыночная стоимость на территории России составила бы полмиллиона долларов США. В настоящее время возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, в управлении отмечают, что за последние несколько лет на территории страны увеличилось количество посевов конопли. У нас есть обширные поля дикорастущей конопли. И год-два уже мы замечаем, что наши граждане начали выращивать уже индийскую культивированную коноплю. В результате в этом году мы уже провели два этапа операции Каракурай. В результате мы взяли 15 тонн. Это самые заметные события, о которых мы хотели рассказать. Спасибо большое, что были с нами. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...